Здравствуйте, уважаемые телезрители! Христос воскрес! Мы рады вас приветствовать на страницах нашего тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в программе. Духовенство Кемеровской и Новокузнецкой епархии приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных 66-й годовщине Великой Победы. Воспитанники воскресной школы в честь Средняя Господня из поселка Сухая Речка в пасхальные дни поставили спектакль. В День памяти Георгия Придоносца кемеровские следопыты провели уникальное мероприятие – Георгиевский парад. В рубрике «Паломничество» мы расскажем о том, как кузбасские вдовы и матери погибших шахтеров посетили монастырь Георгия Хазевика. Георгия Придоносца кемеровские следоприятия И сюда все приносят святые блоги. Среди череды праздников и будней в России есть дата, которая отмечается по-особому и никого не оставляет равнодушным. Это 9 мая. За этим днем стоит 4 года жесточайшей и невыносимой борьбы наших дедов и прадедов за мирное небо над головой. Георгиевский парад. 9 мая по всей России гремят марши и оркестры. В Кемерово к памятнику неизвестного солдата весь день шла нескончаемая вереница людей от мала до велика. В отблесках пламени вечного огня радость праздника сменял скорби за тех, кто пал во имя нашей Родины, своих детей и внуков. В День Победы во всех православных храмах были отслужены благодарственные молебны, а на аллее героев у Вечного огня звучали не только торжественные марши. Вечная пламя... Сегодня 9 мая день праздника, день и траура, день памяти, день памяти тех, кто отдал жизнь свою за то, чтобы все мы с вами жили прекрасно и радовались этой жизни. Русская православная церковь в этот день воздает молитвы в каждом храме. Еще молимся о вождях и воинах, жизнь свою за веру и отечество положивших, всех в бездости пропавших и всех тех, кто отдал самое дорогое. Это дар жизни за всех нас. Если мы вспомним опять историю духовную, то именно Великая Отечественная война мобилизировала различные слои общества. Были восстановлены церкви, разрешены религиозные службы, крестный ход. И несмотря на то, что советская власть негативно относящалась к религии, именно Великая Отечественная война расставила точки над И, все конфессии получили большую свободу в этом плане и внесли, соответственно, большой вклад в победу над общим врагом. Я очень восхищаюсь таким святым, как Серафим Вырецкий, который во время войны повторил подвиг Серафима Саровского. Он тысячу дней стоял на камне во время войны, и он вымолил. Считается, что он вымолил нашу Россию. Время не влазна над памятью героев Великой Отечественной войны. Мы должны помнить, как в едином трудовом, боевом и молитвенном усилии наши отцы и деды, матери и бабушки сохранили нашу Родину, землю и веру. Сухая речка Сухая речка — это небольшое село под Кемеровом, ничем не выделяющееся среди других российских сел. Местные жители работают на фермерском хозяйстве, а их дети ходят в сельский клуб. Несколько лет назад здесь открылась воскресная школа. Православным воспитанием детворы занимаются педагоги-добровольцы. Несколько раз в месяц детей навещает отец Сергий. Как тебя зовут? Саша, давай, Саша. Так, ты мой помощник? Да. На тебе помощник тогда, давай. Сергей, да? А я царь. А я царь. А ты царь? А я царь, говорю. Ну все, больше отнеси, ничего не надо больше. Ну конечно. А, знаете что, вот, вот можно отнеси. Это надо отдать Тамаре Лисевне. Царь из местной сказки вместе со своей свитой оказывает священнику царский прием. Батюшку здесь ждут всегда, а сегодня особенно. Для него приготовили спектакль, на премьеру которого и приехала программа «Кузбасский ковчег». Прежде чем начать представление, дети встают, чтобы воздать хвалу Господу. Благодаря отцу Сергию ребята знают, что любое доброе дело нужно начинать с молитвы. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть во врат, И сущим в ограбевший год корова, Христос воскресе из мертвых. Реплики в спектакле несложные, но начинающие актеры все равно волнуются. Хотя это и не первая их постановка. Спектакль основан на сказке, а сказка, как водится, учит добру. Царь решает, кому из трех сыновей оставить свое царство. И только тот, чья невеста скромна, добра и набожна, получает в награду наследство отца. Христос воскресе, Царь Батюшка. Вообще, Царь Батюшка. Возрадовался Царь радостью великой, И сделал Царю мужу своим младшим детям. Не надо быть злыми, жадными не надо быть. Надо всем бедным помогать, давать добро. Обучение христианским основам подается через игру, общение, через беседы за чашкой чая. По словам родителей, дети под влиянием таких встреч меняются на глазах. Понимаете, это село, в котором нет ни общеобразовательной школы, в котором нет ни детского сада, в котором, в общем-то, работает клуб, вот там работает Александра Владимировна, да, которая является в то же время и родительницей нашей воскресной школы. Вот. И понимаете, дети здесь были как бы заброшенными. Частично ездили в новостройку, частично ездили в Березово. Когда морозы, вообще не ездили. Когда автобус ломается, вообще не ездили. Дети, дожившие, уже лет до 15, до 16, не видели батюшки, не видели храма. Дети учатся добру, и дети раскрываются. Им нравится наше чаепитие. Они так чинно сидят, даже не крутятся. Молятся до еды, молятся после еды. Вот это трапеза, им нравится само слово «трапеза». Это приобщение к христианству, это вот наши истоки, это наша жизнь. И мне так понравилось, когда, я не помню, какой-то мальчик вот сказал, а говорит, мы теперь знаем, что Христос, он жив. Что такое Пасха? Христос жив, и он везде, и он всегда. Всегда жив, и всегда везде, и вот всегда везде с нами. Свято место пусто не бывает. Возможно, скоро рядом с футбольным полем поселка усилиями сельчан появится Божий храм. Так что помолиться можно будет и перед матчем. Здесь выделено место, на котором мы планируем построить храм. Я думаю, что это будет, наверное, деревянный храм, а может быть даже и каменный. И ребятишки, вот поселка Сухая речка, и взрослые смогут однажды вот здесь почаститься святых христовых тайн. Сроки строительства храма пока не определены, но жители Сухой речки готовы всячески способствовать возведению церкви. И ждут это событие как маленькое, но очень необходимое чудо. День святого великомученика. Георгия Победоносца на площади Знаменского кафедрального собора отмечается особенно празднично. Сегодня сюда съехались православные следопыты из разных городов Сибири. Крестный ход, посвященный покровителю братства православных следопытов, в Москве уже стал традиционным. Цель этого георгийского парада – это, конечно же, развитие военно-патриотического, патриотического и скаутского движения. Мы, в первую очередь, хотим показать свой добрый пример для всех молодых людей Кузбасса, чтобы к нам присоединялись, чтобы любили свою родину, свой родной Кузбасс, свою родную страну, церковь православную, веру Господа Бога. Чтобы стать настоящим разведчиком, нужно пройти посвящение. А это целое испытание. Отличиться в сдаче дисциплин по скаутингу, родиноведению и основам православия. И только потом можно стать настоящим скаутом, получив галстук соответствующего разряда. Сегодня Георгийский парад. Сегодня я получила галстук третьего разряда. Это замечательно. Это такое ощущение, что мне объяснить словами. Для кого-то это событие только начало разведческого пути, а для кого-то еще один шаг к самосовершенствованию. Основные заповеди скаутов учат верности Богу, честности, трудолюбию и бодрости духа. Ну и вот уже шесть лет я хожу сюда. Мне нравится. Конечно, бывает иной раз и огорчение, но не стоит обижаться и дуться на все. Нужно все оценивать с улыбкой. Трудно сказать, как бы это пошло, если бы мы не были следопытами, но, скорее всего, пошло бы все, мы бы были под другими людьми просто. Ну, отношение поменялось в жизни, какое-то мировоззрение, что ли другое стало. И как раз в такой период у нас сейчас переходный возраст, и в школе неблагоприятная, там обстановка, там курят, пьют. Но мы стараемся этого и не делать, и соблюдать законы православных следопыток. Но прежде чем что-то мастерить, скаут должен научиться ориентироваться на местность. Именно поэтому для знакомства с городом кемеровские скауты устроили георгиевскую игру. Она проходила в несколько этапов, на каждом из которых нужно было угадать слово или факт о развитии скаутского движения, проявить ловкость и даже продемонстрировать знания азбуки Морзе. Мы занимались большой георгиевской игрой. Маршрута я вам не скажу, потому что города Кемерово я не знаю, то есть наизусть. Могу следопыта поставить, который расскажет, чем они проходили. Мы как руководители участвовали. Поэтому выполняли просто задания большой георгиевской игры. Мы выполнили все задания, собрали слово «вход». Получили за это порцию каши. И после того, как каждый подкрепил свои силы, разведчики отправились в ДК строителей, чтобы продемонстрировать свои таланты, где прошел праздничный концерт, приуроченный к 9 мая. Вместо теплом, зелень стекла, вместо огня, дым. И сетки календаря мы хочем петь. Таким запомнится каждому первый в Кемерово георгиевский парад. Начало доброй традиции положено. А в будущем, как уверены сами разведчики, акции будут еще более и более популярны среди молодежи. По старой дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон, мы двигаемся к монастырю Георгия Хазелита, в Иорданскую пустыню. Вероятно, чтобы немного прочувствовать житие отцов пустынников, или, например, преподобной Марии Египетской, нужно хотя бы один раз здесь побывать. Сейчас в Палестине осень, и не очень жарко. Но летом все здесь выжжено солнце. По крутой дороге наши автобусы поднимаются на вершину горы. Для того, чтобы попасть в монастырь, необходимо спуститься в ущелье, а потом снова подняться вверх. Здешние жители, бедуины, предлагают местное такси, пешаков. Но наши паломницы решают идти хотя бы часть пути до монастыря пешком. Каменные кресты на вершинах и склонах гор отмечают границу монастырских владений. Сама обитель ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей из совершенно отвесной скалы ущелья. Отлично. Красиво здесь? Очень, очень. А еще подниматься обратно? Не надо. Ничего. Ничего, отлежимся ночью. Как ощущения? Супер. Класс. Ух ты, класс. Класс. В обители три монаха, которые заняты исключительно приемом паломников. Монастырь был основан в V веке египтянином Иоанном, прозванным Иоанном из Казибы, или иначе Хазевитом. Затем приемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь. В главной церкви монастыря, посвященной Пресвятой Богородице, роспись стен и сводов храма сделал русский монах отец Дионисий. А в центре небольшой часовинки, в раке под стеклом, покоятся мощи святого Иоанна Румынского, прославившегося здесь своими аскетическими подвигами. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками. Путь обратно из монастыря на вершину горы, как ни странно, занимает гораздо меньше времени. Как будто бы мы не поднимаемся, а спускаемся с неба на землю. А что не разворачивается-то? Так спиной поедет до места. Все, и поехал. Уважаемые телезрители, нам очень интересно узнать ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Ждем вас ровно через неделю на страницах нашего тележурнала. Помогай вам Господь! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!